Глава региона такого напора явно не ожидал. Команда из Тамбова за потенциального туриста берется железной хваткой. На международный форум «Визит Рашу», что проводится в Ярославской области, уже пятый раз, они приезжают с самого начала. Не могли пройти мимо и болгары, как участники они здесь впервые. Красиво, когда смотреть со стороны. Сложно, когда танцевать. Только морем и горами, говорят иностранцы, заинтересовать стало сложно. Теперь в тренде так называемый событийный туризм. Деловые, спортивные, культурные и музыкальные мероприятия – упорно национальный колорит. Самое главное – популяризировать ваш красивый город, а он замечательный. Так что мы будем помогать и в этом. Мы должны знать побольше друг от друга и общаться. Русская глубинка все больше интересует туриста, особенно иностранного, считаю, загаврилов яме. За пять лет гостей в район стало заезжать заметно больше. Форум всегда дает новые возможности, всегда дает определенный толчок и стимул к развитию. Когда кажется, что вроде бы куда уж дальше, и после очередного форума понимаешь, что совершенства предела нет. На глубинку делают упоры французы. Проект «Самые красивые деревни Франции» приобрел мировой масштаб. В России будет создан такой же. Первым в него включили наше вятское. 29-го часа в Париже состоится межправительственная рабочая группа по туризму. И там будет представлено взаимодействие ассоциаций самых красивых деревень Франции с ассоциацией самых красивых деревень России. Федеральные власти называют Ярославскую область драйвером событийного туризма России. В рамках форума было подписано соглашение с одноименным национальным маркетинговым центром по туризму. Мы хотим создать современные качественные продукты и в конце концов создать новые рабочие места. Потому что в сегодняшней мировой экономике туризм – это главный генератор создания рабочих мест. Каждый 11 человек, работающий в мире, работает в индустрии гостеприимства. Для России это огромная возможность. Появилось много маршрутов, много тем, много новых зданий, гостиниц. Я имею в виду, то есть на сегодняшний день проблем размещения в Ярославле нет. Появилось много новых событий. То, что раньше казалось шиком – это гости из-за рубежа. Ну, это обыденное явление. За этот год турпоток в России увеличился почти на 20%, и эта цифра будет расти. Ярославль надеется отхватить значительную его часть, ведь в 2017 году будут праздновать юбилей Золотого кольца России, столицей которого давно и полноправно считается наш город. Нина Колсина, Денис Ромашов. День в событиях.